Наверняка большинство людей, хоть как-то касавшихся истории Второй мировой войны, знают, что Япония была обладательницей серии самых крупных военных кораблей в мире на то время. Это была серия линейных кораблей класса Ямато. О первом корабле серии уж точно все слышали. Кто-то слышал и о втором корабле серии, линкоре Мусаси. Но мало кто знает, что серия была рассчитана на три корабля, и финальным должен был стать линкор Синана. Обычно считается, что крупные корабли серии несколько отличаются между собой, поскольку в процессе эксплуатации обнаруживаются некоторые конструктивные недостатки, которые уже нельзя исправить на первых кораблях, зато вполне можно скорректировать конструкцию на кораблях только строящихся. Предполагалось, что Синана станет самым совершенным кораблем серии, а значит, самым мощным и технологически продвинутым военным кораблем мира. Корабль начали строить в 1940 году, и к 1942 году был построен его корпус, но в это время концепция изменилась. После битвы у Мидуэй Япония потеряла четыре своих авианосца, и стало очевидно, что надо срочно возмещать потери самых востребованных кораблей этой войны, а линкоры свое уже отвоевали. Япония свернула программы строительства всех линкоров, в том числе Синана, и более крупных линкоров, которые так и остались чертежами на бумаге. Конструкторы получили задание перепланировать уже готовый корпус из линкора в тяжелый авианосец. И вот в 1944 году на верфи в Йокусуке был спущен на воду авианосец Синана, который на то время был самым крупным авианосцем современности, имея водоизмещение в 69 тысяч тонн. Это было почти вдвое больше, чем у американского авианосца класса Essex, и нечто подобное по габаритам американцы смогли построить только в конце 60-х, то есть через четверть века. Поскольку Синана все же имел корни линкора, то он оказался неплохо вооружен, как для авианосца. Его бортовой арсенал состоял из 16 5-дюймовых зенитных орудий, 145 25-мм зенитных пулеметов и 12 многоствольных 4,7-дюймовых пусковых установок для неуправляемых зенитных ракет. Такой огневой мощи не имел ни один авианосец современности. Кроме того, имея горький опыт потери авианосцев, Синана был снабжен бронированной полетной палубой 3,75 мм дюйма толщиной. Изначально он был рассчитан на 50 самолетов палубной авиации, что в половину или даже вдвое меньше, чем на американских авианосцах. Но это было обусловлено тем, что корпус корабля изначально проектировался под линкор, и с этим уже ничего не поделаешь. Хотя был и плюс – усиленное бронирование бортов, что делало корабль трудной добычей для самолетов противника. Но в конструкцию этого корпуса были заложены новшества, которых не было на других, более ранних кораблях, выпускаемых в Японии. Во-первых, там был применен новый тип водонепроницаемых переборок. Во-вторых, был извлечен урок из гибели других японских авианосцев и был пересмотрен перечень материалов, используемых для внутренней отделки корабля. Были исключены любые легковоспламеняющиеся материалы – дерево, краски и т.д. Кроме того, была полностью переделана система вентиляции, которая в предыдущих кораблях способствовала распространению огня и взрывной волны. Считалось, что «Синана» стал наиболее защищенным кораблем имперского флота, который практически невозможно потопить. Эта уверенность, в частности, была основана на том, что впервые на авианосце были предусмотрены такие серьезные меры для его защиты от самолетов противника. Такого арсенала не имели ни японские авианосцы, ни их американские конкуренты. Тем не менее, корабль строился в спешке. 1944 год уже проходил под знаком наращивания наступательного наката американских войск, и японцы последовательно сдавали захваченные во время триумфального похода позиции. Японская промышленность была не в состоянии возмещать потери материальной части своего флота, и все процедуры строительства и введения в эксплуатацию новых кораблей пришлось сжать до самого минимума. Капитан Миками в своих дневниках писал о том, что у него вызывает обеспокоенность решение руководства не проводить испытаний на герметичность водонепроницаемых переборок, основы живучести корабля. Вдобавок к этому «Синана» плохо начал свою недолгую карьеру. Моряки – суеверные народы, очень внимательны в плане примет, связанных со спуском на воду корабля. До сих пор этот процесс они воспринимают как пророчество судьбы нового корабля. В общем, при спуске «Синана» на воду 8 октября 1944 года нештатно сработали ворота сухого дока, и приливная волна трижды ударила корабль о причальную стенку, незначительно повредив его корпус. Это было воспринято как дурной знак, но после небольшого ремонта 28 ноября в сопровождении трех эсминцев «Синана» отправился на свою базу в Куре. Предполагалось, что соответствующее авиакрыло он получит уже на базе, а на его борту были только управляемые торпеды «Камикадзе» и управляемые снаряды «Камикадзе», о которых мы как-то расскажем отдельно. Руководство флота считало, что короткий переход во внутренних водах Японии не таит каких-то особых опасностей, а тем более для такого совершенного и непотопляемого корабля как «Синана». Надо заметить, что такое благодушие царило не только во флотских штабах, но и на борту самого «Синана». Во время перехода водонепроницаемые переборки не были задраены, что безусловно свело живучесть корабля практически до нуля. Тем не менее, переход осуществлялся ночью и во внутренних водах, а потому налет авиации союзников был крайне маловероятным, тем более, что на радарах «Синана» было чисто. Капитан корабля был уверен в том, что случись какая-то неприятность, он и его эскорт легко справятся с любой атакой, тем более, что они шли в зоне досягаемости береговой авиации Японии, так что волноваться было не о чем. Ну а недавний, пусть и горький опыт гибели линкора «Мусаси» действительно говорил о феноменальной живучести кораблей этого типа. «Мусаси» затонул только после того, как получил 10 торпед, выпущенных торпедоносцами и 16 прямых попаданий тяжелых авиабомб. Но в этих водах и в это время такой массированной атаки просто никто не мог устроить. Но в полночь с 28 на 29 ноября группу «Синана» обнаружила американская подлодка «Арчерфиш». Она находилась в надводном положении и, обнаружив конвой, ушла под воду, выбирая позицию для атаки. Подлодка была в своем пятом походе и до этого еще не потопила ни одного японского корабля. Тем не менее, она пошла на сближение с конвоем, включив сонар для выбора цели. На японских эсминцах обнаружили сигнал сонара, и конвой перешел на курс зигзаг, выполняя противолодочный маневр. Поскольку в те времена подлодки не могли похвастаться высокой скоростью подводного хода, конвой имел все шансы уйти от нее просто за счет превосходства в скорости движения. Тем не менее, фортуна была на стороне подводников. На «Синана» не была объявлена тревога и не были закрыты герметичные переборки. В 3.15 Арчерфиш оказалась на выгодной позиции для торпедной атаки и выпустила шесть торпед по самой крупной цели – авианосцу «Синана». Четыре торпеды достигли цели. Торпеды попали в узкий пояс между нижними и верхними листами бронирования «Синана» и проделали в корпусе четыре огромных отверствия. Одной из торпед удалось вывести энергоснабжение насосов, и «Синана» стал активно набирать забортную воду, а открытые переборки привели к затоплению смежных с поврежденными отсеков. Корабль дал крен на правый борт и потерял ход. Эсминцы попытались взять его на буксир, но тщетно. Через семь часов после атаки в 10.18 ситуация стала безнадежной, и экипаж получил команду покинуть судно. В 10.57 «Синана» ушел под воду и унес с собой 1435 моряков, включая и капитана. Это была первая удача подлодки «Арчер Фиш», в результате которой был потоплен самый крупный корабль Второй мировой войны. В общем, все три корабля серии «Ямато», которые были самыми крупными кораблями своего времени, оказались на дне. Но «Синана» погиб практически без боя. «Арчер Фиш»